Прежде чем кадры будут решать все, их нужно найти. Продолжается отбор претендентов на госслужбу в рамках регионального проекта «Команда губернатора. Будущее за нами». На прошлой неделе состоялось психологическое тестирование для 55 человек. Теперь очный этап. По одну сторону стола сотрудники правительства, Дома преподавателей вузов – психолог. По другую – соискатель. Его средний возраст – 30 лет. Он очень хочет понравиться комиссии и стать чиновником. Двое из них – это кандидаты наук. Ряд из них имеют несколько высших образований. Более того, мы преднамеренно устанавливали критерии, чтобы такие претенденты обладали не просто профессиональным опытом, но еще и управленческим. Поэтому, по моему ощущению, это никоим образом не повредит системе органов власти. Вакантны сейчас три должности в правительстве Ивановской области. Заместитель начальника департамента ЖКХ, заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта, референт губернатора. Удивительно, но сложное и даже скандальное коммунальное хозяйство молодых людей не пугает. Соискатели обещают привезти в ЖКХ инвесторов, а жизнь населения сделать чуточку легче. Каким должен быть результат моей работы по данному направлению – это чтобы было довольное население по полученным качествам услуги. В данном случае – системы ЖКХ. Романтичный настрой соискателей начальнику департамента ЖКХ не по нраву. Своего зама он видит человеком деятельным и компетентным в разных сферах. Люди молодые, у них существует определенный юношеский максимализм, не совсем понимают роль департамента и те задачи, которые поставлены. После очного этапа лучшие претенденты на госслужбу пройдут стажировку в правительстве. Ну а кто в итоге станет частью команды, уже в этом году объявит сам губернатор. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Субтитры создавал DimaTorzok